Ох, пора тебе на полюс, песня русская, Ох, пора, ох, пора. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Начинаем третий тур и заключительный концерт второго всероссийского открытого конкурса композиторов и хоровых дирижеров имени композитора, заслуженного деятеля искусств России, профессора Виталия Ходыша. Слово предоставляется председателю Ростовской организации Союза композиторов России, заслуженному деятелю искусств России, доктору искусствоведения, профессору Анатолию Моисеевичу Цукеру. Раз, раз, раз. Нет? Микрофончик включен. Слышите? Дорогие друзья, буду рад, потому что стоит корм за мной, и они ждут, когда можно будет начать печь. Они для этого и вышли. Но, тем не менее, я хочу сказать, что, ну, вы знаете, это второй конкурс. Я надеюсь, что этот конкурс будет долгожительным. Для этого есть абсолютно все. Этот конкурс является по-своему уникальным. У нас в России очень много разных конкурсов, очень такое богатое конкурсное движение. Но вот подобных конкурсов, которые по объединению композиторов и хоровых дирижеров, больше нету. Он единственный в своем роде. Я думаю, это один из мотивов его долгожительства. Что это дает? Это дает композиторам возможность услышать свои произведения душ. Вот они могут быть только что написаны, ни разу не исполняемые еще, и здесь получить вот это самое впечатление первого исполнения. И не случайно поэтому, хотя композиторская часть конкурса обычно проходит заочно, но они, композиторы, пожелали приехать сюда и послушать это живое исполнение. Мы, конечно, это еще запишем потом, но они решили, что они хотят услышать впервые, вот здесь и сейчас. Еще уникальность этого конкурса, мне, конечно, ближе, композиторская его часть, она стоит в том, что в этом году мы решили обменить возрастные агрессии. И в конкурсе участвуют композиторы от студента до профессора, от начинающего студента до уже заведующего кафедра, имеющего всевозможные звания, регалии, причем жюри. Судят эти произведения по телевизору. Все на жюри не имеют возможности общаться друг с другом, они находятся в разных городах. В Ростове, Нижнем Новгороде, Донецке, Тишиневе, Москве. И, таким образом, это конкурс абсолютно единственный. Вы знаете, у нас бывают разные конкурсы. Даже великие, большие конкурсы, с точки зрения своей честности, они бывают разные. Вот это абсолютно честный конкурс. И я думаю, что это тоже его отличительная особенность. Ну, можно говорить много, но, я уже сказал, стоит хор, поэтому я не буду задерживать ваше внимание. Сегодня нас ждет интересная интрига, кто выйдет на призовые места. Что касается композиторов, практически вопрос решенный. Потому что на первом туре, первый тур прошел в совочном формате, а на втором туре к этим оценкам присоединились хормистеры. Они оценивают эти произведения с точки зрения их удобств для упора, с точки зрения их специфики. Вот, поэтому, практически мы уже знаем, кто лауреаты, кто дипломанты. Я этого объявляю сейчас не буду, чтобы интрига сохранялась до конца, но в конце я вам скажу об этом. А сейчас желаю всем огромного успеха. Спасибо. Разрешите представить членов жюри номинации «Хоровое дирижирование». Заведующий кафедрой хорового дирижирования, руководитель Академического хора студентов Ростовской государственной консерватории имени Сергея Васильевича Рахманинова, заслуженный деятель искусств России, профессор Васильев Юрий Иванович, Ростов-на-Дону. Дирижер. Ректор Саратовской государственной консерватории имени Собинова, регент архиерейского мужского хора Духосошественского кафедрального собора, профессор Занорин Александр Германович, Саратов. Главный хормистер Ростовского музыкального театра, заслуженный деятель искусств России, профессор Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, Клиничева Елена Мухарбековна. Руководитель Академического хора Московского государственного института музыки имени Шнитке, почетный работник высшего профессионального образования России, профессор Московского государственного института музыки имени Шнитке и Российской Академии музыки имени Гнесиных, Онегин Дмитрий Алексеевич, Москва. Заслуженный работник высшей школы России, профессор Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, Ходыш Евелина Яковлевна. Также разрешите представить членам жюри номинации композиции. Композитор, заслуженный деятель искусств России, профессор Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, Клиничев, Леонид Павлович, Ростов-на-Дону. Композитор, заслуженный деятель искусств России, профессор Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, Красноскулов Владимир Феодосевич. Композитор, заслуженный работник культуры России, профессор Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, Толстенко Геннадий Юрьевич. Художественный руководитель муниципального камерного хора ЛИК, города Таганрога, председатель филиала Всероссийского хорового общества в Ростовской области, доцент Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, Логинов Алексей Викторович. Художественный руководитель женского хора Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова, кандидат искусствоведения, профессор Хорошайла Галина Васильевна. Выступает лауреат Всероссийского конкурса женский хор Ростовской государственной консерватории имени Сергея Васильевича Рахманинова, художественный руководитель, кандидат искусствоведения, профессор Галина Хорошайла. Дирижирует конкурсанты первой категории. Номер один. Некрышева Ксения, Эшенвальц, Бенедиктус Эст, Ощепков, Слова Лермонтова, Горные вершины. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Звучит песня. 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 Звучит песня.